Ну что ж, ахайо, ахайо всем! Если вы видите это меню, значит мы уже добиваем эту игру. Новое начало, режиссёрская версия. К сожалению, хорошие игры заканчиваются и приходит финал данной игры. Так что, всем ещё раз ахайо, ахайо, казоку фэмили саны. Присаживайтесь поудобнее, приглашайте друзей, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Если не поставили, то поставьте, дружочек. Вот. Ну, а вам остаётся только делать кофе, присаживаться поудобно. А мы, в принципе, как говорится, приступим. Так. Финал, финал. Вот мы играем уже в ночное время. Так. Посмотрим. Эй! В водородной лаборатории кто-то есть. Такой коротышка с лысиной, он что-то там делает у шлюза. Надо его схватить. О-о-о. Так. Пакет хлопьев. Там на пакете внутри прищепка была, чтобы не портилась. Погнали вниз, наверное. Чё уж там делать. А тут что ещё происходит? Чёрт побери, давление в шлюзовой камере удвоилось. Так мы дверь никогда не откроем. Дурацкая штука, работай же! Проклятие, наддув сходит с ума. Так, попробуем разобрать тогда антенну. Надеюсь, мне не придётся кого-то этим ранить. Кто знает. Так и хочется Витой его назвать. Озвучка-то Витаскалетта. Так, железный стержень, а ну на эту дверь и какую-ликакую? Без рукоятки это будет непросто. Так, напорный рукав. Чем? Получится или нет? Выглядит вполне неплохо. Так, чё, пробуем ещё раз открыть? А, ну-ка. Ладно, глубоко вдохнули. Сейчас должно получиться. Так-то. Так. Фэй, у меня получилось. Быстрей сюда. Фэй, у нас нет времени. Иду. Ого. Ага. В чём дело? Кто-то что-то сделал с насосом, поэтому и в камере повышенное давление. Ты же можешь это починить, верно? Я уже. А чё, Нил, в смысле так быстро? Так, цепочка. Она принадлежит Лисе. О, боже. Ты думаешь, с ней что-то случилось? Думаю, она положила её сюда специально. Может быть, она хочет нам этим что-то сказать. Есть только один вопрос. Что? О, нет! Так, а дальше что? Так, микроскоп. Тот самый, что ли? А ну-ка, подожди, это микроскоп? Стоп. Письменный стол. А, этот микроскоп. А ну-ка, подожди. Я хочу рассмотреть, что на цепочке. Чего? Подожди, приблизить. Что за... Бент, ты меня пугаешь. Нашу самую первую культуру водорослей звали Элвисом. Лиса подготовила стекло таким образом, что водоросль складывалась в буквы. Элвис? Как я мог забыть это имя? Хм, намек на Элвиса Пресли? Так. Это она ему напомнила через этот телескоп. Элвис. Чего? Фей, вы не могли бы ненадолго оставить нас в средине? Само собой. Прощай, Лиса. Увидимся где-нибудь в следующей жизни. Обыщи. Пожалуйста, прости меня, Лиса. Я нашел ее карточку. С ее помощью мы дойдем до лаборатории. При себе у нее была только карточка. Больше ничего. Окей. Наверное, считывающее устройство, да? Ошибка. Ошибка. О, нет. Считывающее устройство глючит. Мне нужно пройти через лабораторию. Ошибка. Ошибка. И что делать? Подожди. Ошибка. Да... жесткое начало тут не поспоришь особенно когда первый раз играешь вообще капец фей искать здесь что-то уже не имеет смысла сейчас мы пойдем прямо в лабораторию по выращиванию стой подожди боже мой повсюду эти красные огни это бомбы бэнд мы должны уходить отсюда сохраняй спокойствие фэй у нас почти получилось боже мой вся комната набита взрывчаткой ты наконец пойдешь вы же знаете ответ без водорослей нет тогда мы здесь вместе умрем так давайте сохранимся мало ли какая нас жопа ожидают с ручкой и без терминал бэнд терминал неужели здесь ни одна дверь по-человечески не открывается моменты серьезно я не туда пошел сначала альфа терминал ну что первый раз играю наверно то что не все знаю бывает ничего сказать пожалуйста введите пароль чем а неправильный пароль смысл на т9 а подожди а как переключить а а а а а а а а что-то я нихера не понимаю как переключить этот а 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 Ах, стоп. Неправильный пароль. Я в курсе. А как? А... Неправильный пароль. Неправильный пароль. Подожди. Э... Эл... В... И... Правильный пароль. Внимание. Уровень опасности Б. В доступе отказано. Сломалась? Нет. Все хорошо. Все в порядке. Фей, мне нужна ваша помощь. Нам нужно попасть к терминалам на входе и одновременно активировать их. Я подам вам знак. Все ясно? Хорошо. Почему ты так веришь в водоросль? Вы слышали, что я только что сказал? Ты рискуешь своей жизнью ради чего-то, во что никто уже не верит. Почему? Мы тут стоим, обложенные со всех сторон взрывчаткой, а вы начинаете задавать мне дурацкие вопросы? Если это дурацкий вопрос, тогда ты наверняка с легкостью на него ответишь. Если мы сейчас сдадимся, смерть Лисы окажется напрасной. Смерть Лисы и была напрасной, равно как и Найджела. И других моих друзей, которые тоже умерли напрасно. Так, а ну возьмите себя в руки. План Феникса все больше и больше становится похожим на самоубийственную миссию. Больше не должно быть никаких смертей. То есть только я верю в свою технологию? И больше никто? А что с сегодняшними инвесторами? Их удалось убедить только после того, как ты вмешался в презентацию. Вам об этом известно? Да всей платформе об этом известно. В твои исследования никто не верит. Водоросль — это источник энергии будущего. Это же ваши слова. Я знаю, это звучит странно, но чисто гипотетически. А что если Свенсен никак не связан с Бентом Свенсеном? Мне сейчас совершенно наплевать на то, связан он со мной, с моим сыном или с моей правнучкой. Зря ты так. Мы же не знаем, жив ли твой сын. А если ты тоже умрешь, то все знание о Свенсене будет навсегда утеряно. Ты куда важнее того, что ты создал. Не верит? Ты какого черта? Послушайте, речь идет не о вере. Речь идет о желании верить. А я не хочу верить. Не хочу верить в то, во что слепо верят все окружающие. Я не желаю верить в то, что атомная энергия — это простейшее решение, а нефть — единственная альтернатива. Боже мой, Фей. Нефть — это всего лишь масса из умерших водорослей, которая хорошо горит. Если человечество смогло построить целый мир из смазочных материалов, тогда оно сможет сделать это и с моей водорослью. Оно сможет сделать это с помощью энергии ветра, или солнечной энергии, или коровьих какашек, или еще чего-нибудь. Но оно этого не хочет. Я могу просто сдаться и сказать, ну а что поделаешь? Так вот получилось. Но я не буду этого делать. Я не хочу верить в то, что человечество состоит из идиотов. Итак, теперь вы мне поможете нажать на кнопку? Мне ты тоже не хотел верить, когда я пришла к тебе. А вы еще и злопамятны. Нет. Мне всего лишь нужно нажать на кнопку? Да. Я подам вам знак. Ладно. Эээ, Бент? В чем дело? Эээ, нет, все нормально. Мы пройдем через это вместе. И не важно, что будет. Спасибо. Фэй, вы меня слышите? Да, очень хорошо. Хорошо. Тогда на счет три. Раз, два, три. Почти получилось. Теперь надо закачать водоросли в контейнер. Доктор Свэнсон, мисс Фэй, или как там вас на самом деле зовут? Отойдите, пожалуйста, в сторону. Это комната, и все находящиеся в ней объекты с настоящего момента являются собственностью компании Индес Индустри. Что вы себе вообразили? Вы же не можете взять и отнять у меня лабораторию. Еще как можем. Отнять и взорвать. Последним не было бы необходимости, если бы вы честно вели себя на презентации, посвященной водорослям. Это обстоятельство, о котором мы, к сожалению, узнали слишком поздно. Дюв? Друг мой, сделайте что-нибудь полезное и принесите мне контейнер. Как ты можешь помогать этим убийцам? Я всю жизнь делал только то, что мне приказывали. Почему я должен вести себя иначе? Никто тебе не приказывал убивать лису. Что? Забаррикадировать дверь, быстро! Одно неверное движение, и тебе крышка! Доктор Свэнсон, мисс Фэй. Он уничтожил кожух. Кожух сейчас не самая серьезная проблема. Он запер нас тут. Спокойно, я что-нибудь придумаю. Угу. Так, шланг труба где? Чё? Это заправочная станция для переносного генератора. Резервуар сверху. Здесь насос всасывает. Подожди. Шланг труба. Шланг труба. Шланг. Шланг. А ну, подожди, попробуем это сделать, железный стержень. Если я просто разобью стекло, водоросль может вытечь, и потом я не смогу ее собрать. Окей. А если так? Если я просто разобью стекло, и потом... Так, и что теперь? М-м-м... Теперь нужно просто снять ее. Сюда это точно больше не подойдет. Отсюда я не смогу подойти туда. Пуля прошла точно насквозь. Тут уже больше ничего не поделаешь. Так, а если... Нет, так не получится. А как? Должен быть другой способ. Я в курсе. Если я просто разобьюсь и под... Это был наш последний кожух. Так, подожди. Сюда это точно больше не подойдет. Какая чушь! Это заправочная станция... Подожди. Теперь нужно просто снять ее. Теперь нужно просто снять ее. А... Как я это сделаю? Теперь нужно... Вы вдруг такая тихая стали? Никаких я же тебе говорила, или ты этого заслуживаешь? Просто дело в том, что... Ты этого совершенно не заслужил. Если мой родной сын оборачивается против меня, я это заслужил. Бери водоросль и выводи нас отсюда. Все остальное обсудим потом. О, какая. Мадам. Если я просто разобью... И потом я не... Стержень идеально входит в кожух. Но в данный момент... Я понимаю. Стержень иде... А-а-а-а! Подожди! Два надо... В резервуарах? Я понял. Что, два раза надо? В двух сделать, что ли? А ну, подожди. Можно вставить стержень. Но другой конец будет упираться в стекло. А-а-а! Стоп! Может, имеется в виду... Может, подойти. Сейчас должно получиться. Так, отлично. Так, отлично. Подожди. Резервуар находится наверху, по крайней мере, без импровизации. Беррия. Тебе не нужна помощь? Да нет, спасибо. Справлюсь. Чего? Чего? А, ты имеешь в виду... Перелить, что ли? Насос еще не подсоединен. Какой насос? Насос еще не... Ты имеешь в виду кожух, что ли? Сюда это точно... Теперь нужно... Или я не в тот перекинул. Резервуар находит, по крайней мере... Насос еще не подсоединен к Крио-танку. Так, стоп. Применяем шланг на отверстие над Кри... Какой шланг? Применяем шланг на отверстие над Крио-танку. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Давайте посмотрим другое, что там пишут. ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Насос еще не подсоединен к криотанку. ДимаTorzok 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 Блин, ну что за фигня? Стержень идеально входит в кожух, но вдаль... Подожди. Пуля прошла точно нас... Готов для... Блин, вы чё сейчас хотите сказать, что я тупанул? Блядь, серьёзно? Игра спасибо, блин. О, господи! Чё за фигня? Без водорослей я отсюда не выйду. Кошмар. Пожалуйста, введите пароль. Правильный пароль. Внимание! Сломалась? Нет, Фэй. Нам нуж... Я подам... Всё ясно? Почему ты так? Вы слы? Ты рискует. Почему? Если мы с... Смерти... Равно... Так... План... Больше... Мы тут... Ес... Водор... Яс... А что? Зря ты... Мы же... Тыку... То есть только... А что с... Ихуда... Вам об... Да все... Не верь... Послушай... А я не... Не хочу... Я не жел... Боже мой... Если чего... Тогда оно сможет... Но оно... Я не... Итак... Теперь вы мне помогли... Мне ты... А вы еще... Нет... Мне... Да... Ладно... Э... Мы пройдем... Спасибо... Фэй! Вы меня слышите? Да... Очень хорошо... Хорошо... Раз... Почти получилось... Он уничтожил кожух... Кожух сейчас не... Спокойно... В резерву... Может подойти... Ха... Сейчас должно... Получиться... Тебе не нужна помощь? Да нет... Так... Хорошо... По сути... По сути... Может... Я просто... В прошлый раз... Как-то... Как-то... не так... Все сделал... Я думаю... Так, я не смогу подсоединить шланг. Если бы он не был... Что? Сначала на резервуар нужно установить кожу. Эх, так ничего не выйдет. Так, подожди, что теперь делать? Я что-то полностью не понимаю вообще смысл. Подожди. Подожди, может имеется ввиду включить шланг цепи. Подсоединить. Шланг можно присоединить только тогда, как... А, окей. Так подсоединить шланг нельзя. В смысле? Да, блин. А, окей. Продолжение следует... 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 Её выбросить надо. Пиво. Нет, спасибо. У меня уже более чем достаточно бутылок. Так, подожди, Бент. Если через неделю мы ещё будем живы, обязательно проставлюсь. Но только не этой бурдой. Продолжение следует. Блин, как это всё работает? Вопрос. Удерживает что-то с другой стороны. Удерживает что-то с другой стороны. Удерживает что-то с другой стороны. Так, подожди, какая книжка? Стоп. Что ж, посмотрим. Винт, гайка. Вот и всё. Всё прекрасно. Так, подожди, а какая книжка? Я не пойму. Угу. Убери руки. Ладно, хорошо. Извините, это ваш катер? Не твоё дело. Могу я, тем не менее, задать вам вопрос? Нет. Убирайтесь. Уйдите от катера. Уйдите от катера. Вам там нечего делать. Какой злой. Так. Ага. Позади была дыра. Позади была дыра. Удерживает что-то с другой стороны. Хе-хе. Можно смотреть охраннику в карты. Но поскольку сейчас они не играют, мне от этого никакой пользы. Так, это получается проставиться пивом, да? Ладно, сейчас подожди. Идём на локацию с катером. Ммм. Окей. Всё-всё, вижу её, вот она. Так. Фэй? Что? Как твой кашель? Лучше. И кровь больше не идёт. Когда мы спасём водоросль, тебе обязательно нужно будет показаться врачу. Да, да. Повтори, что мне нужно сделать? Найди способ пробраться на АЭС. На джипе мы дальше не проедем. Хорошо. Тогда я подойду, когда всё будет готово. Хорошо. До скорого. Так. Наверное, сохранимся. Мало ли. Какая ещё жопа может произойти? Натуренький. Какая жопа ещё может произойти? С нами. С нами и под нами, да? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Что там дальше делать? Пам-пам-пам-пам Натуренький табличку С museum Конструкцию гайкой, и у нас получится отличная самодельная струбцина. Неплохо. Окей. Здесь обозначен тип катера. Amazon Buggy C600. Да. Я механик, специалист по аэрокатерам. Можно мне взглянуть на ваш катер? Ну и что? А если у кого-то в руках Библия, он что, папа римский? Скажите для начала, какой мотор тут стоит? А откуда мне знать, если вы меня на борт не пускаете? У всех наших катеров моторы одинаковые. Видели один, знайте про все. А вы, очевидно, не видели ни одного. А теперь оставьте уже меня в покое. Окей. Сейчас тогда позвоним как надо. Так. Узнаем у кого-нибудь. Тэкс, держи. Этого хватит на звонок? Конечно. Этого хватит на несколько звонков. Считай, все равно оплачивает Эмилио Индес. А за что я тогда платил? Сервисный сбор. Окей. Разве вы не хотели кому-то позвонить? Я уже забыл кому. Можно мне получить деньги обратно? Ничего. Еще вспомните. Тэк, не понял. Оставьте деньги себе. Вы заплатите. Чем я могу помочь? Больше мне не... Ладно. Так, подожди. А как теперь позвонить? Хм. Разве вы не хотели кому-то позвонить? Я уже забыл кому. Ничего. А почему я не могу позвонить? Подожди. Какая чушь! Подожди. Это ключи от джипа на... Так, подожди. А может надо с этой поговорить? С... Фэй? Фэй? Что? До скорого. Почем я не знал кому позвонить? Я сначала... Заметно. Я не собираю... Ха-ха-ха. Глюк какой-то. Откуда я знаю про мотор, блин? Бесит. Если вы наста... Ну ладно, допустим. Данэм Зиэкс-7. Не угадали. Моторы Данэм используются на аэрозольных генераторах. Откуда вам-то знать? Я когда-то занимался истреблением насекомых на одной плантации. А сейчас вдруг оказались в частной армии Эмилио Индеса. Неплохая карьера. Нет. Я занимаюсь ровно тем же. Только паразиты стали больше. Эм... Понятно. Хорошо. А-а-а, это неправильное название. Может, теперь сейчас можно? А-а-а, подожди. Капец, я понял. Походу. Разве вы не хотели... Я уже забыл... Ничего. К счастью, Влад... Вертолёт Индес наверняка... Так, подожди, а в чём тут прикол? Не понял. А при чём тут степлер? Можно мне позвонить? Вроде ничего. Хм... Разве вы... Я уже забыл... Ничего. В смысле ты забыл кому-то позвонить? А как я узнал, кому звонить, блин? Ты чё? Эйфори... Что? До скорого. А чё за фигня? Это наверняка не поможет нам добраться. Какая ерунда. Так, подожди. Оставьте деньги себе. Брелок с открывашкой. Это кое о чём говорит. Прошу прощения. Чего надо, начальник? Приятного... Обязательно. Чё? Без света я снова выгляжу таким же вялым, как обычно. Либо Бог только что лишил электрический ток своего благословения, либо это сделал я. Блин, а чё делать-то? Я чё-то не пойму. Чё за бред? Я не могу позвонить. А... Блин. По прохождению сказано, что надо позвонить. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 На этом катере установлен мотор DanMZX-7 Минуточку... Вы установили на свой катер мотор от аэрозольного генератора? Других вариантов по другой не оказалось... Послушайте внимательно... Снимите этот мотор и установите другой... Какой-нибудь... Совершенно любой... Это должно решить вашу проблему... Спасибо... Что ж... Так... 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 Подожди... Компания... Компания... Ну... Ну... Но... Ну... 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 Хоть что-то... Так... 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 У меня рука слишком толстая... С помощью антенны я только расковыряю грязь, но не смогу вытащить ее оттуда. Глупости. Я же не сумасшедший пока. Белый флаг не удержит изменения климата. Пришло время для поступков. Белый флаг. Так, подожди. Хомут на трубку. Я же не сумасшедший пока. Какую трубку, подожди. Я же не сумасшедший. Да не ри... Кажется, там внутри что-то застряло. Я понял. Так, подожди. Так, подожди. Я же не сумасшедший пока. Применяем... Как мы ее применим, вопрос, блин. Не самая устойчивая конструкция. Так, дело не пойди. Так, подожди. Ветряной руль полностью. Белый флаг. Белый флаг. Я же не сумасшедший. Кажется, там внутри... Что за тупость? Может быть, хоть на что-то сгодится. Ну, давай. Наконец-то попался рыболовный крючок, от которого есть какой-то толк. Ага, так вот в чем проблема. В выхлопную трубу залезла змея. Она дохлая? Этого она наверняка не пережила. А что, вы змей боитесь? Возьмите эту зверушку и выбросьте подальше. А большего вам знать не обязательно. Так, хорошо. Так, а где бензобак? Стоп. А, вижу. Так. Струбцина удерживает наконечник. Решение недолговечное, но пока и этого хватит. Так, а что там осталось? Че? На сломанном катере я далеко не уеду. Брезент сидит как влитой. Теперь нужно его только закрепить. Угу. Ну, давай. Наконец-то не нужно ломать голову и нелепо импровизировать. Есть брезент, есть степлер. И дело сделано. Так и должно быть. Отлично. Ну, понятно, это логично, что охранник сейчас... В чём дело? С выхлопной трубой всё в порядке. Я знаю. Я всё видел. Только держите от меня эту штуку подальше. Змей терпеть не могу. Простите. Я заменил и закрепил руль. И так всё вижу. Не слепой. Неужели не скучно стоять тут целый день и наблюдать за работой профессионалов? Это моя работа. Самое интересное начинается, когда профессионалы начинают делать то, что мне не нравится. Я так рад, что у нас наладилось сотрудничество. Само собой. Я сделал из винта и жестянки струбцину и зафиксировал ей насадку. Должно держаться. Мне всё равно, как вы это сделали. Главный результат. Я закончил. Хорошо. А пассажиров до АЭС берёте? Нет. А как мне тогда туда попасть? Каждый должен сам справляться со своими проблемами. Придумайте что-нибудь. Хорошо. Катер полностью отремонтирован. Тогда вам здесь больше делать нечего. Не за что. Был рад вам помочь. М-да. Так, теперь осталось разобраться, какой штекер к какому. Так. Что он у нас включает? Крест. Да. А, точно! Так, крест. Да. Окей. Крест. Квадрат. Черва. Черва. Да. Так, подожди. А этот штекер к чему? Так, верхняя это у нас... Красная, да? Угу. Блин, не забыть. Верхняя красная. А то лиловая, походу, да? Лиловая, да. Так, подожди. Ай, вот еще штекер. А самый дальний, это, короче, этот... Как его... Квадрат, да? Да. Квадрат. Отлично. Квадрат, крест, лиловая и красная, да? Квадрат, крест, красная и лиловая. Да, я прав. Так, теперь им можно, наверное, пиво давать. Погнали. Вот, можете продолжить игру. О, спасибо большое. Господа, продолжаем. Так, а дальше? Открыть вам пиво? О, это было бы прекрасно. Возьми открывашку на моем брелоке. Позволите? Конечно, мистер, но не забудь вернуть. А, во как. Просто положи на стол. Окей. Опять. Открыть и справиться. Значит, worse. Так, теперь идём, значит, поговорить. Окей. Сначала мы... Заметно. Так, подожди. При помощи монет отвинчиваем винты. Вот, подожди, в смысле? Какие винты, какие там винты есть? Так. С другой стороны что-то шевельнулось. Штекер. Ещё винт. Подожди. Кажется, что-то опрокинулось. Смотрим. Ага. Сначала. Так, подожди, может ещё Соги поговорить? Понятно. Я не забираю. Очень, блин, смешно. Окей, давай. Можно смотреть охраннику в карты. Если я ещё не совсем ослеп, то это... Это бубна. Так, а бубна у нас, по-моему... Вот эта, да? Ну, и что скажешь? Ээээ... Ну... Бубна? Точно. Я пью. Давай. Это черва. Это бубна. Неправильно. Блин. Это пика. Так, а пика это вот эта? Итак, пика, бубна или трепа? Ничто из перечисленного. Черва. Неправильно. Ты пьёшь. Блин. Черва сверху была. Это черва. Неправильно. Ты пьёшь. Блин. Это черва. Ну, была уже, вот же. Давай. Это черва. Точно. Я пью. Окей. Это пика. Так, пика вот эта, да? Давай. Это бубна. Неправильно. Ты пьёшь. Да в смысле? Это пика. Чё, пика внизу, что ли, была? Итак, пика, бубна или трепа? Пика? Точно. Я пью. Теперь охранник достаточно пьян. Так. Открыть вам пиво? О, это было бы прекрасно. Возьми открывашку на моём брелоке. Ммм, давай. Позволите? Эй. Успокойтесь, я просто хочу открыть вам пиво. А? Ну, ладно. Но без фокусов. Нужно подождать. Я не хочу пить, пока зам... Хм. Тип. Всё. Нужно подождать, пока он допьёт эту, прежде чем открывать другую. Я не хочу пить... Хм. Подожди. Он же вроде сказал. Теперь охранник достаточно пьян. Ну, а дальше? Серьёзно? Серьёзно? Подожди. Позволите? Эй, дедуля... Убери лапы. Не то я тебе пристрелю. Я же учёный, а не скульп... Эм... Фортуна оставила вас? Нет. За сигаретами просто отошла. Что за идиотский вопрос? Не стоит так грубить. Вот как? Отец, не вмешивайся в нашу игру. Мы с вами отлично справляемся. Как скажешь. Да блин. Чё за фигня? Теперь охранник достаточно. Да я в курсе. Ещё пиво возьми. Тогда. Нет, спасибо. У меня... Брелокса. Открыть вам пиво? О, это бы... Возьми открывашку на мо... Угу. Позволите? Эй, успокойтесь, я... А? Так. Окей. Вот. Ваши ключи. Следующий раунд будет за мной. Я просто положу их на стол. С этим всё. Так. Хм-хм-хм-хм. Так, погнали. С Фей... С Фей... Бент Свенсен не умер. Он со мной. Я просто передаю, что говорят охранники. Бент Свенсен мёртв, а водоросль стала историей. Это совсем не так. У Индоса есть ещё один образец. Мы прибыли, чтобы его спасти. Ох, Фей... Ты со своими планами. Почему ты всё ещё веришь, что этот Свенсен может на что-то повлиять? Потому что я хочу верить. Проснись, наконец, мечтательница. Мир добрыми намерениями не спасти. Только бескомпромиссными действиями. Тогда-нибудь ты просто превратишься в парк. И никто больше не узнает, кто ты, никуда ты, зачем ты здесь была. Но меня завтра тоже никто не вспомнит. Но я хотя бы подарю миру будущее. Держись подальше от электростанции. Жди нас. Поздно. Я только что обнаружил чёрный ход. Удачи, Фей. Конец связи. Сальвадор! Сальвадор, ответь! У нас есть катер. О, Бент, отлично! Нам нужно выдвигаться немедленно. Сальвадор пытается проникнуть на АЭС самостоятельно. А это плохо? Ты его не знаешь. Он всех там поубивает. Каждого, кто встанет у него на пути. В том числе и водоросль. Где лодка? Пойдём. Извините, мистер... Да? Теперь нам всё же нужен катер. Ну так возьмите его. Бенни, ты где? У нас тут случилось кое-что. И в этом заключается твой план? Это было только начало. Смотри и учись. И... Опа! Бегите! Разбегайтесь! Бегите! Быстрее, Бент, в катер! Не бойся! Мы справимся! А? Я говорю, не бойся! Если мир и рухнет, то не сегодня! Интересно. Во как. Да. Так, глава восьмая. План Феникса. Во как. Интересно. Последняя глава и всё, финал походу. Непонятно, сколько глава, правда, будет. Это должно быть где-то здесь. На другой стороне реки пеленгуется рация Сальвадора. Когда, вы сказали, произошла катастрофа на реакторе? Сегодня вечером. Пора действовать. М-м-м. Да, окей. Окей, Феид. Мы будем действовать. Чё нам остаётся, да? Что остаётся ребятам с нашего двора? Так. Ребята с нашего двора. На-на-на-на-на-на-на. Ты-ты-ры-ты-ры-ты-ты. Так. Так. Ну, тут совсем чуть-чуть. Глава восьмая. Чё, вот эту ветку, что ли, отломать? Так, стоп. Ничего. Серьёзно. Серьёзно. Будь, пожалуйста, поосторожнее, ладно? Теперь путь свободен. Сальвадор? Похоже, мы опоздали. Он не мог далеко уйти. Подожди. Нельзя же просто так туда врываться. Это место хорошо охраняется. Видимо, Сальвадор нашёл какой-то способ. Иначе он был бы ещё здесь. Или не нашёл. Хм. Так. У нас тут палатка. Ничего нет. Даже спальника. Ну, бинокль остаётся. У Найджела был такой же бинокль. Если я правильно помню, нужно настроить фокусное расстояние, после чего выбрать район для подробного изучения. После чего можно приближать и удалять изображение с помощью переключателей справа. Кроме того, каким-то образом можно было делать и читать записи. Кажется, здесь уже что-то записано. Запись первая. 22.30. Объект — настоящая крепость. Не удаётся обнаружить ни одной погрешности в системе безопасности. Но я знаю, что они есть. Буду продолжать систематический анализ района и в зашифрованном виде документировать важные находки. Как-нибудь я туда войду. А я откуда знаю? А что это значит? Продолжение следует... А дальше что за голубую кнопку включать? Подожди. Удачи. Ишу. Удачи. Так, а что тут еще есть? Больше ничего. Бинокль направлен прямо на станцию. Это я понял. Блин, ну как-то... Это выход. Ну только не говорите, что мы будем еще с этим... ...возиться. Почему оно... ...не активируется? Стоп. Я вижу, что там... ...под... ...цифрой... ...1495. Вот здесь, смотрите, видите? Вот здесь... ...1495. ...1595. Ну... ...ну... ...ну... ...на почему... ...это выход... ...посредственно. 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 Сальвадор сделал несколько заметок на ободе, который указывает на это поле. Стоит рассмотреть получше. Да, Сальвадор оставил голосовую заметку с описанием этого района несколькими цифрами. Нужно проанализировать эти записи. Может быть, таким образом мне удастся реконструировать действия Сальвадора? Ну, давай. Запись вторая. 0142. Обогатительная установка. Рядом с джунглями, но огорожена забором по большому радиусу. Спрятаться негде. Ещё одна проблема – сторожевая вышка. Осмотрю её поближе. Может быть, она стоит тут только в устрашающих целях. Окей. Кажется, это то самое место, которое описывал Сальвадор. Но мне кажется, правильное фокусное расстояние всё ещё не выбрано. Здесь, похоже, нет ничего важного. Но, возможно, тут просто неправильно выставлено фокусное расстояние. Я понял. Так, теперь 3591. А на стопы? Блин. Где эта вышка? Вот эта, что ли? Да. Запись третья. 04-46. Вышка – это проблема. Охранники дополнительно контролируют внутреннюю зону. Патруль начинает путь от гаражей, обходит вертолётную площадку слева и завершает маршрут в моста. Нужно взглянуть на машины, мимо которых проходит патруль. Я смогу напасть на них оттуда. Всё понятно. Чё? 2897. А ну-ка, подожди. А где там катера? Были. Эм, нет. Нет. Эм, это катера. Нет. Аааа, как это геморройно. Первый раз мутить. Так, стоп. Так, хорошо. Трикс. Ааа, подожди. Мммм. Катера, может быть, должен быть здесь? Точно, да? Запись четвёртая. 07-12. Прибыл Эмилио Индес на катере. Следую за ним мимо гаражей до главного здания. Там, где сходятся крылья, находится его офис. Окей. Так, и где последняя? Об офисе. Так, подожди. Одиннадцать пятьдесят два. Капец. Запись пятая. Запись пятая. 09-49. Наконец-то я нашёл возможность проникнуть в главное здание. К самому реактору ведёт система труб. Она ведёт мимо обеих охлаждающих башен и обогатительной установки. И оканчивается в небольшом здании, которое стоит за ограждением в джунглях. Дорога ведёт к двери. Здесь Сальвадор что-то записал. Лифт для внезапного нападения не подходит. Ага, контейнер с водорослями. Полагаю, это означает, что план Фэй провалился. Бент, я нашла водоросль. Она действительно в офисе у Индеса. И как нам туда пробраться? Не торопи меня. Я над этим работаю. Его дни сочтены. На башне круглосуточно кто-то дежурит. Охранники постоянно общаются между собой по рации. Подниматься высоко, а подъём крутой. Пока я доберусь до верха, меня уже обнаружат. Трубы накрепко заперты. Проникновение невозможно. Все подходы хорошо осматриваются с вышки. И Индес с ассистентом прибыли на двух катерах. За всеми катерами ведётся наблюдение с вертолётной площадки. Е-Ай-Би-Си-Ди. Запись пятая. 09-49. Наконец-то я нашёл возможность. К самому реактору ведёт система труб. Она ведёт мимо обеих охлаждающих башен и оканчивается в небольшом здании, которое стоит за ограждением джунглев. Дорога ведёт к двери. Вот оно. Так, подожди, а где эти джунгли? 15-92. Допустим. Стоп, не та. Так, подожди. О! А почему... Чё-нибудь не то? Где он? Бен, ты, я его нашла! Где он? Он нашёл чёрный вход. Пойдём, я покажу. Угу. Окей. Показала, так показала, да? Дэк. Блин, совсем чуть-чуть осталось. Да, грубо говоря, три. Так. Давай попробуем забраться по трубе. Делай это без меня. После того скалолазания в лаборатории, спина болит не переставая. Хорошо, тогда я поищу способ открыть дверь с другой стороны. До скорого. Осторожнее. Так. Ёп-порасы-то. Переборка. И ещё что-то. И чё нам делать? Что делать? А ну-ка. А это ещё что? И что эти огни должны означать? Да я откуда знаю. А это ещё что? И что эти... Допустим. Два раза направо вентиль. Раз. Два. Два. Так, допустим. Ёпарасоте. На первый этаж? Эмм. Подожди, а как я спущусь-то? Стоп. Чё? Ак. Стоп, как она спустится, если тут тупик? Чё за фигня? Она ж не сможет спуститься. Чё-то я нихрена не понял. А-а-а. А-а-а-а. Я дебил. Подожди. Во, чё теперь. Офигеть. Офигеть. О, господи. Так. Мост отцепился от платформы. Хорошо. 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 Два раза налево вентиль покрутить. Серьёзно? Кошмар. Так, раз. Два. Ага. И мы перейдём, да, по мосту. К мосту прицеплены. Поэтому мост плавает, если не прикреплён куда-нибудь. Так, подожди. Ммм. Откройте дверь на третьем этаже. Между левым и средним резервуаром. Подожди. Охренеть. Так, откройте дверь на третьем этаже. Между левым и средним. И тёрните за рычаг. Так, между вторым и третьим это как? Чё? Ах, как я? Подожди. Ну чё, рычаг, что ли, включать? Передвинуть. Подожди. Мост сцеплен с платформой. Угу. Да капец. Как же ты медленно это? Мучаешься, мать. Ёпарасате. Не открывается. Ну это логично, да. Ну. Ну. Ну, да ёбарас это. Так, подожди, левого, откройте дверь на третьем этаже, между левым и дернете. Между левым и среднему. Между левым и дернете. Два раза направо, то есть делай всё наоборот. Раз. Чё? Что? Больше не открывается, я тут заперта. Больше не поворачивается. Так, подожди. А, закрыть надо. Стоп, переборку закрой. Может теперь? А ну, подожди. О, кстати, отсылка к другой игре от этой фирмы. Да ты... Капец. Это реально жопа. Блин, и как это сделать? Вопрос. На засыпку. Вопрос. 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 Блин, вроде бы не сложно, но, блин, понятно Может, реально с этим не париться С этими, блин, грёбанными переключателями Аж бесит А ну что будет Бент Наконец-то! Что ты там делала? Не ной, пойдём Сальвадор должен быть где-то поблизости Это Сальвадор Келлерман Тсс, кто-то идёт Где вас черти носят? Я здесь, сэр И я не один Дюв Бент Юный Свэнсон Чего тебе надо, Дюв? Гонорар хочешь забрать? Или ты здесь из-за своего ненавистного чудо-овоща? У тебя нет прав на наши исследования, Индес Напротив Я считаю своим долгом очистить мир от этой зелёной слизи А поскольку я работаю не только добросовестно, но и основательно Я заодно устраню и исследователей Мне заняться этим? Да Отведите их к другим пленникам и убейте Потом прочешите здание Если Дюв здесь, то и старый Свэнсон с этой безумной активисткой наверняка тоже А я пока буду в офисе наслаждаться чаем из водорослей Бент? Они его убьют Нет, не убьют Пока я сижу здесь, не убьют Думаю, вы себя переоцениваете Нет, слушай меня Наши водоросли в будущем вы выведите вместе с Дювом Если бы Дюв сегодня погиб, тогда никаких водорослей не было бы И мы бы не смогли отправиться в прошлое Течение времени изменилось бы настолько, что я бы немедленно растворилась Не понимаю Это означает, что мы не смогли бы остановить аварию на реакторе? Могли бы Но я бы тогда... Исчезла Тебе этого понимать не нужно Ты просто поверь мне Ты сможешь спасти своего сына Хм... Ладно Я просто поверю Хорошо А я пока позабочусь о водорослях Вперед Будь осторожней, Фэй Ты тоже Вот так-то, дорогие друзья Мисс Бенди Мне бы хотелось, чтобы в ближайшие полчаса мне никто не мешал Мне нужно решить судьбу биоинженерии на этой планете И включите, пожалуйста, кондиционер Джунглем вовсе не обязательно быть и в моем офисе Конечно Водоросль находится в комнате Вместе с Индесом Нужно как-то выманить его оттуда Выманить, выманить этого засранца Так, финал не за горами Сказал я, да Так Так, а чем же нам тогда дверь подпереть? В смысле, у ее основания клин Подожди А-а-а Музычка прикольная Так 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 просто он отсюда не выйдет Так, ветки Угу Посмотрим, сработает или нет Теперь их сдувает вниз Бля, прикольная атмосферка, и все движется Так Так Ага Нам подметает водоросль и эта баба Берем ножом, перерезаем телефон Щелк Так, и делаем холодно И регулировать Так Сейчас будет холодно Мисс Буэндио Кондиционер Вы меня слышите? Кондиционер дует слишком сильно Я руководитель глобальной корпорации, а не белый медведь на Северном полюсе Все приходится делать самому Так Так Идем, 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 идем Валим, валим, валим. Давай, Фейт. Так, играем теперь за Бена, да? Тыкс. Так, а что у нас тут пульт управления? Какая-то дверь, ящики и мусорка. Ладно. Единственное, что тут есть ценного, доска и металлическая крышка. Заберу их с собой. Окей. Ящик без крышки. Угу. Так, ну это единственное, да, что можно? Это кран. Угу. Стоп, стекло, стекло. Поднять. Отлично. Тсс. Это вы, Сальвадор? Кхм-кхм. Да. Я тут, чтобы спасти вас. Приготовьтесь. Мне нужно что-нибудь, чтобы разрезать узлы. Понятно. Я что-нибудь придумаю. Так. Положите доску на ящик. Многообещающе. Окей. Ага. Попробуем, что будет. Окей. Многообещающе. Так. Пульт управления магнитным краном. Так. Опустите лебёдку. Угу. Угу. Только когда кран будет наверху. Давай. Хе-хе. Прикольная анимация. Ладно. Погнали. Сейчас посмотрим, что будет. Что? Хе-хе-хе-хе. Чтобы зашибить меня стеклом, нужно целиться получше. Спасибо. А-а-а! Спасибо. Боже мой, ну зачем было его убивать? Ты здесь мир спасать или о нравственности болтать? Сегодня одно другому сильно мешает. Должен быть способ предотвратить аварию на реакторе, не рискуя жизнями людей. Аварию предотвратить? Аварию предотвратить? Что тебе Фойпана рассказывала? Я всё знаю. Авария на реакторе, изменение климата, остановка в 2050 году. Что? 2050-й? Это я придумал. Нужно было хоть что-то рассказать. Иначе он отказался бы лететь с нами. Хе-хе-хе. Вот ты интриган. Что? Что тут смешного? Что тут происходит? Фойпанул у тебя, Свенсон. Никакой аварии не было. Авария — это я. Ни слова не понимаю. Чё? То есть, никакой катастрофы не было. И мир не погиб. Так, что у нас сегодня? 27 марта 1982 года. Обычная суббота, похожая на сотни других вашей тихой и спокойной жизни. Конечно же, мир не погиб. Как не погибнет он в следующую среду, 8 июля или когда-нибудь в 2011 году. Катастрофа была, да. Но не было никакого отдельного события, которое к ней привело. Никакого большого взрыва. Это был постепенный процесс, растянутый на десятилетия. И именно поэтому вы не остановили его. А ваша остановка в 2050-м? Промежуточная остановка была, но много позже. Изменения климата происходили не за одну ночь, а в течение многих столетий. Но я же говорил с Дельвином. Я же видел будущее. Эти картинки были сделаны в начале 26-го века, а не в 2050-м. Фэй, похоже, очень близко приняла к сердцу часть нашей миссии. И ты – лучшее подтверждение того, что мы правы. Человечество реагирует только на непосредственные угрозы. А будущее моих водорослей – тоже ложь. Каких водорослей? Моих, сине-зелёных водорослей, которые вы используете как источник энергии. Подумай ещё раз. Мы живём в бункерах под землёй. Какой нам толк от фотосинтеза, если у нас не светит солнце? Мы используем источники энергии, которые оставили нам вы. Электричеством нас обеспечивают атомные электростанции. И генератора Свенсона не существует? Ха-ха, нет. По крайней мере, пока я не закончу тут свою работу. Хм, чё за фигня? Фэй бы меня не обманула. И всё же она это сделала. Наконец, и она поняла, что мир не спасти с помощью идеализма и добрых намерений. Людей надо наставлять на путь истинный. Но если катастрофы не было, то что вы тут делаете? Наш план – спровоцировать её. Что? Вы хотите вывести реактор из строя? Именно. Эксперты рассчитали, что взрыв на электростанции Индеса приведёт к уничтожению большей части тропических лесов к югу от Амазонки. Изменение климата окажется неизбежным. Лишь немедленное переосмысление всего может спасти мир от коллапса. Электростанции закроют. Начнётся использование альтернативных источников энергии. Людей вроде тебя начнут воспринимать всерьёз. Это единственный шанс ограничить наносимый нашей экосистеме ущерб. Вы это серьёзно? Погибнут люди. Будут истреблены целые виды. Это же безумие. Вот как. Людям нужен импульс к действию. Без непосредственной угрозы они не пошевелятся. Ты знаешь, это куда лучше всех остальных. Мы можем измениться. Но не изменитесь, и мы это знаем. Ваши ошибки – самые мрачные страницы истории. Я всё ещё не понимаю, чего вы пытаетесь добиться. Человечество нужно как следует стряхнуть. Подобные электростанции в течение ближайших ста лет полностью уничтожат все тропические леса. Но как только людям в голову пришла идея передумать, процесс уже нельзя было остановить. Только катастрофа сможет открыть им глаза. Ясно. Ясно. Но это самоубийство. Мы все умрём. Ну и что? Мы погибнем в любом случае. В моём времени живёт всего несколько сотен человек, Свенс. И они не переживут очередную вспышку на солнце. И если мы сегодня не начнём историю заново, не будет никакого будущего. Мы жертвуем собой ради существования человечества. Хватит трепаться. Мне нужно электростанцию взорвать. Сальвадор, стой! Чёрт! Сальвадор! Сальвадор! Мне очень жаль, Бент. Если бы Дюв погиб, ты бы никуда не растворилась, верно? Нет. Я всё ещё была бы здесь. Убирайтесь. Все трое. Я попытаюсь остановить Сальвадора. Я не обязана тебе подчиняться. Я с тобой. Ха. Нет уж, одного мёртвого героя на сегодня хватит. Ты же не хочешь принести себя в жертву ради мира, который так разочаровал тебя? Бент, ты меня не разочаровал. Хорошо. Но не ври мне. Довольно чуши про водоросли и про... Я просто растворюсь в дым. Никакого дыма. Обещаю. Вперёд. Хм. Поворот. Там. Активная зона. Это цель Сальвадора. Вперёд. Быстро. В активной зоне начинается движение. Бегу. Ты это слышал? Что это? Реактор остановился. Помогите! Охрана! Отправьте, наконец, кого-нибудь взглянуть на активную зону. Чёрт! Меня что, никто не слышит? Блин, обязательно орать, мужик. Так. Тириририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририр Че, поговорить с этим чуваком, что ли? Да нет. Что тут произошло? Ваша мечта о конце света осуществляется. Ваш друг остановил кран. Отсюда, сверху, реактор не охватить. Через несколько минут он взорвется. Что мы можем сделать? Активировать кран! Переключатель находится этажом ниже. Разве нельзя управлять им отсюда? У нас есть механизм аварийного затопления. Но чтобы активировать его, нужно открыть вентиль в самом низу. Кран на первом этаже, вентиль в самом низу. Понятно. Ты разбираешься с Индесом, я активирую кран. Как она наивна! Этот социопат пристрелит ее вне всяких сомнений. Молчать! Она как-нибудь справится. Так. Так, войдите в центральную дверь третьего этажа. Спуститесь на второй этаж. А, вот он еще. Отлично. Отлично. А теперь быстро поднимайся наверх. Когда топливные стержни войдут в соприкосновение с холодной водой, тут все заполнится горячим паром. Не так быстро. Так-так-так. Неужели сама радистка Фэй? Невероятно. Я-то как раз подумал, что ты можешь пригодиться. Похоже, я ошибался. А теперь отдай мне воду, Свет. Что? Зачем? Потому что тогда ни ты, ни Бен Свенсен не сможете мне ничего сделать. Если вы сорвете мой план по спасению мира, я сорву ваш. Так, подожди. Та ёпроситэне хочу я уходить, алло. Так, теперь мы можем поговорить. Если мой план окажется успешным, а он таковым окажется, эта электростанция взорвется, а мир начнет панически искать альтернативные источники энергии, чтобы подобный кошмар никогда не повторился. Именно по этой причине мне нужны Свенсен и водоросли. Ты меня слышал, Свенсен? Без огромной катастрофы мир никогда к тебе не прислушается. Я даю вам время уйти, а вы даете мне довести мой план до конца. Пент? Лучше делать, что он говорит. Видишь, даже Фрей образовывалась. Я это слышал, но играть в эти игры я не буду. Если тебя не интересует её мнение, я могу пристрелить её прямо сейчас. Что? Да, да, вы не ослышались. Либо мы объединимся, либо Фей погибнет. Боже мой! Я жду. Фей! Чёрт! Я открыла вентиль. Теперь ты можешь начинать затопление. Он этого не сделает. В противном случае бедная Фэй утонет. А теперь впусти меня. Водоросль у меня, и я всё ещё готов к переговорам. Так, подожди. Готов он к переговорам, блин. Идиот. Тупой. Так. Так, поднимитесь на второй этаж. Да? Так, в смысле? А ну-ка. Бэнд. Если ты не можешь пожертвовать мной... Стой! Что ты делаешь? Фар, никакой не дым. А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! Что тут смешного? Ваши друзья только что сварились. И знаете, ради чего? Ради ничего. Ничего не изменилось. Моя электростанция всё ещё стоит. Я жив. Вы же надеялись. Не думайте, что я просто так отпущу вас с водорослями. О да, ещё как отпустите. Добрый вечер, доктор Свенсон. Меня зовут Миранда Барбарас. Полагаю, вам не надо объяснять, кто я. Я как раз обедала с мужем, когда получила сигнал о помощи из Бразилии. Его отправил ваш сын из штаб-квартиры Эмилио Индеса. Он бормотал что-то про путешествие во времени, а потом переключил на вас. Что, чёрт возьми, у вас тут происходит? Что происходит? Я вам расскажу, что происходит. Катастрофа происходит. Два человека уже погибли, потому что мы не можем измениться. Да успокойтесь же. Я вам обещаю, что мы расследуем это происшествие. Немедленно отправляйтесь в Осло и возьмите с собой водоросли. Поговорим обо всём там. Эпилог. Угу. Во как. Добрый вечер, дамы и господа. Смерчи, лесные пожары, тающие полюсные шапки и растущие пустыни. Изменение климата сделает нашу планету непригодной для жизни. Но неужели уже в 2050 году? Сегодня я хочу поприветствовать в нашей студии автора романа «План Феникс». Это доктор физико-математических наук, специальный уполномоченный ЕС и посланник в лучший мир. Добро пожаловать, доктор Огерзонт. Добрый вечер, Том. Лейф, в конце вашего романа происходит ужасная катастрофа. Некоему Гонзало, воинствующему экоактивисту из будущего, удается устроить грандиозный ядерный взрыв и уничтожить всю Южную Америку. По его утверждению, лишь таким образом можно было спасти мир. Вы это серьёзно? Вы только что всему миру спалили мою замечательную концовку? Это очень циничная концовка. Это правда. Если серьёзно, самый важный вопрос звучит так. Как побудить 7 миллиардов человек к действию? Два человека не могут спасти мир. То есть вы хотите спровоцировать своего читателя? Неужели научно-фантастический триллер – подходящий инструмент? А почему бы и нет? У нас на дворе 80-х... Бред. Полная, полнейшая ерунда. Ты о чём? А так шёл? Великий сказочник рассказывает правду и утверждает, будто бы он это всё выдумал. Это называется сила привычки, Бенд. Некоторые люди никогда не меняются. Ха. У нас ещё есть кофе? Не. Чёрт. И как нам помогать спасать мир, когда у нас кофе кончился? Завтра куплю нового. Завтра? Завтра? Через пару сотен лет загорится Сидней, затрясётся Москва, утонет Лондон. Нам нельзя терять времени. Я хочу кофе, и я хочу его сейчас. Эээ, Бенд? Что? Москва замёрзнет. Точно. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнал «Симон» 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 до конца были с нами. Что я хочу сказать напоследок. Игра, в принципе, меня порадовала. Довольно непредсказуемая. Такой, знаете, мультик в необычной обложке. В том плане, что игра воспринимается как реально действительно мультик. И озвучка просто супер. Актеры озвучки постарались. И то, что Суэнсон это как Вита Скалета, а эта девушка Фэй как черная вдова. Ну вот. Так что, в принципе, игра меня впечатлила. Я будто посмотрел такой ну, в среднем восьмичасовой где-то коротенький. Ну, может, девятичасовой коротенький мультик ну, для игры. Ну, в принципе, игра очень достойная. Я не знаю, если может быть, я ее даже перепройду когда-нибудь. Вот. Ну, история рассказана очень классно, эффективно для меня. Вот. Она будет рядом стоять с такими клевыми играми, как Broken Sword, Сломанный меч, как Черное зеркало, которое я тоже хотел бы планировать поиграть. Трилогию. Плюс что еще? Yesterday тоже классный квест. Ну, в принципе, жанр квестов не все понимают, но этот квест, эту игру интересно не только самому играть, но тут есть и смешные диалоги, и смешные моменты, и можно посмеяться, позадуматься о всем этом. Все очень действительно круто, и сделали непредсказуемый эпилог. Ну, а что я могу пожелать? Всегда делайте только добро, никогда не выбирайте в сторону злодеев, и всегда, что бы то ни стало, добром вознаградиться, и они проделали огромную работу. Главные герои, к чему в конце это привели, а в эпилоге это вот сделали необычно, и показали, что извините, Бент работает сыном до сих пор в этой лаборатории, вот, и смотрели типа телешоу. Ну, в общем, разработчики Дайдалик молодцы, от них еще хорошая игра Столпы Земли, но там только жанр другой такой исторический, фэнтезийный, вот. Ну, есть еще Дайдалик, хороший квест Дипония, по-моему, ускользающий мир или ускоряющий мир, Висперинг Ворлд, по-моему. Ну, а вам спасибо, что оставались с нами, оставались с Казуков Фэмили, оставались со мной, но всем, наверное, теплых деньков, вот, спасибо за внимание, ставьте лайки, не забывайте приглашать друзей, всем, в принципе, до новых встреч, ну, а с вами был Денис, Казуков Фэмили, Денчик, мы будем также продолжать проходить интересные игрушки, и благодаря вашей поддержке это будет сильно мотивировать, и, естественно, если хотите дать ютуберу на всякие там приколюшки к чаю, кофе, на сладенькое, то, в принципе, описание доната будет в описании канала и в описании видео, ну, а всем до новых встреч, всем всего хорошего, и с вами был Казуков Фэмили, Джанна, всем удачных дней и хорошего здоровья, делайте всегда добро, оставайтесь собой, а всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok